Любой город – это живой организм, который постоянно развивается. Брест – не исключение. Строятся новые дома, закладываются новые парки, скверы, проводятся работы по реконструкции или принимаются решения о сносе и проектировке новых объектов. Обычно город растет по законам, которые заданы рационально и извне. Сдаются эти правила совместно – командами управления города и области, строителей, проектировщиков и многих других, с учетом пожеланий и возможностей, а также с интересами жителей областного центра. Но бесконтрольно это происходить не может. Направляют эту деятельность специалисты Брестского городского центра архитектуры и градостроительства. Деятельность нашего предприятия осуществляется с 2007 года. Давно мы работаем по нескольким направлениям. Первое направление – это выдача документации разрешительной на проектирование и строительство объектов. Это очень обширный комплекс задач, потому что это связано с вопросами собственности на землю, на объекты, вопросы определения сроков строительства, разрешения, неразрешения. Подготовка заданий, подготовка условий технических, требований технических, проектов решения городского исполнительного комитета. Но это только одно из множества направлений работы этих специалистов. К примеру, разработка на акцион паспортов для формирования земельных участков тоже находится в сфере их обязанностей. За год специалисты изготавливают порядка 80 градостроительных паспортов. Цифра немала. Но и этим не ограничиваются возможности специалистов предприятия. Они формируют градостроительный кадастр Бреста, который включает в себя правила застройки, сведения об экологическом состоянии территории, генеральные схемы инженерного обеспечения города и многое другое. Занимаемся подготовкой решений на продление сроков строительства объектов. Готовим архитектурно-планировочные задания, собираем технические условия, технические требования, согласно положению 223, которое регламентирует нам порядок и выдачу той разрешительной документации заказчикам. Работаем мы с юридическими лицами ИИП. За период текущего года у нас на рассмотрении порядка 500, может быть, даже больше было рассмотрено заявление от юрлицы, ну и ИИП, соответственно. За прошлый год цифра перешла рубеж в 1200 обращений. Работа здесь напряженная. Каждая процедура содержит определенные сроки рассмотрения, а значит, откладывать дело в долгий ящик нельзя. Как и разработку интерактивной веб-карты градостроительного кадастра Бреста, которой занимаются специалисты этого предприятия. На электронной карте хорошо видно, что город развивается не хаотично, а следуя генеральному плану, который разрабатывается на перспективу. Генеральный план вообще предусматривает сложные такие все виды и строительство. Ну, он же как бы разделяется, вся территория города делится, условно говоря, на такие функциональные зоны. Где можно строить жилье, где строить промышленность, где строить, где делать зеленые зоны. То есть это все предусматривается генеральным планом. Там же он предусматривает, где какие-то санитарно-защитные зоны, охранные зоны. Это все большим комплексом. Многослойная такая, план, который представляет из себя очень много слоев. Больше ста смысловых таких слоев. И для того, чтобы правильно что-то решить, где-то что-то можно было построить, скажем, инвестору, да, ему нужно знать вот всю эту подоплеку. Какие инженерные сети, где какие есть возможности вообще построить, есть какие-то ограничения исторические, еще какие-то. У каждого города есть свои особенности, свой план развития. И для того, чтобы горожанам было уютно и комфортно в постоянно развивающемся областном центре, решения, касающиеся каких-либо изменений, принимаются совместно со специалистами Брестского городского центра архитектуры и градостроительства, которые помогают сделать правильный выбор. Продолжение следует...